С желанием жить в чистом городе на генеральную уборку в прошлую субботу вышли более двух тысяч человек. В их числе государственные и муниципальные служащие, школьники и студенты, работники учреждений, социальной сферы и предприятий, жители города. Традиционный весенний всекубанский субботник состоялся в рамках объявленного в крае двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка. Тему продолжат Тина Капачевская и Игорь Ванчугов. Выйти на улицы города для наведения порядка славянцам не помешал даже дождь. Общими усилиями всего за один день был проделан большой объём работ. Взяв в руки веники, грабли и лопаты, славянцы очистили центральные улицы северного и южного округов, детские площадки, парк Северный и Суворова, сквер пограничников, территории кладбищ, берег и дамбу реки Протока, территорию железнодорожного вокзала, а также прилегающие к городу лесополосы. Посажены новые газоны, деревья, кустарники и цветы. Субботники проводятся для наведения санитарного порядка, чтобы наш город был красивый, без мусора. Вышли мы, конечно, с хорошим настроением. Но кроме тех людей, которые здесь работают, у нас работает ещё бригада озеленителей. Сегодня такой прекрасный день. Так конкретно для нашей Кубани. Дождик лёгкий, ветерок, прохладно. Чё б не поработать? У нас сегодня очень большой объём работ. У нас сегодня выгрести два парка. Мы их выгребли, заканчиваем уже работы, подметаем, убираем прибордюрку, убираем мусор, собираем после несознательных жителей бычки, бумажки, веточки. В этот день Всекубанский субботник проходил во всех поселениях Славянского района. Всего в нём приняли участие более 6 тысяч славянцев. Очищено от мусора более 600 тысяч квадратных метров территорий площадей, парков, скверов, кладбищ. Высажено около 500 деревьев и 300 кустарников. Согласно распоряжению губернатора Александра Ткачёва, Всекубанский двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка продолжится в течение двух месяцев и завершится 30 апреля. В этом году у субботника особое значение, ведь он проходит накануне огромного праздника – 70-летия Великой Победы. Жителям необходимо подготовить каждую улицу, каждый двор и дом своей малой родины к этому празднику. Внести свой посильный вклад в общее дело может и должен каждый из нас.